Здравствуйте всем, меня зовут Мария Бутина. Сейчас я депутат Государственной Думы, но три года назад я была заключенной в американской тюрьме. И сегодня у меня есть возможность у Виктора Анатольевича Бута, человек, который слишком долго находился в американских застенках, без суда и следствия, которого упекли просто за то, что он русский. Давайте спросим, как он сегодня. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы сегодня? Самый вопрос, удалось, несколько дней всего прошло. Вы знаете, я чувствую себя просто счастливым человеком. Без всяких условий? Да. Счастье пришло? Оно и было. Понимаете, счастье это такое, оно или есть, или его просто нет. И ничто не может поменяться, чтобы оно у тебя появилось. Обстоятельства – это только часть. Надо иметь что-то внутри, чтобы быть счастливым. Оно не зависит от того, где вы, как вы. Конечно, есть трудности. Неужели нет злости? Понимаете, на каком-то этапе надо понять, что злость, она просто тебя самого разрушит. Это тот яд, который, если сразу не использовать, да, злость, ведь она существует для определенной мобилизации сил в какой-то очень, ну, правильный момент, чтобы ты смог что-то такое сделать. А когда это растянуто во времени, ты осознаешь, что злость, направленная против кого-то, прежде всего гнев, да, он разрушит тебя. Я не говорю, что не надо, как бы так сказать, отвечать, не надо как бы наказывать за то, что было сделано. Да, но нельзя носить этот гнев, эту злость в своем сердце, надо уметь прощать. И только тогда я понял, до этого было очень трудно понять, почему, например, ну, в нашей традиции, да, особенно в церковной традиции, вот именно прощение, прощение уделяется так много внимания. И до этого как там, ну, да, прощать, а как, а как, куда? А когда ты сам через это проходишь и понимаешь вот эту свою злость, если ты эту свою злость не сможешь как-то правильно понять и правильно ее направить, а получается, что энергия этой злости – это та же энергия, которая тебе позволяет стать счастливым. Просто она должна идти по правильным каналам, не разрушать тебя, да, ну, потому что ты в тех ситуациях, когда твоя злость, ну, не позволит тебе выйти просто через дырку. Ну, были же моменты самые страшные, самые жуткие, когда вот это вот, ну, надо, вот злость была. Злость была, но вот… Какие самые страшные моменты были? Прости, что я тебя возвращаю туда заново. Что было самое тяжелое? Сейчас очень даже трудно сказать, что было самое тяжелое, да. Самое тяжелое было отсутствие возможности общаться с любимыми и близкими по длительное время. Один звонок в месяц, да. Ну, рад там, когда приходили адвокаты, у них свои как бы проблемы. Вот именно отсутствие общения с друзьями, с близкими, с любимыми. Это было самое тяжелое, что только могло случиться. Ты же провел достаточно много времени в одиночной камере. Да, около трех лет. Как вообще? Что помогло тебе вот это пережить? Для меня это было самое страшное, там всего четыре месяца было. Знаешь, Марина, у меня как-то попалась интересная такая книга, в которой была очень интересная постула, что вот условия, они, в принципе, нейтральны. Наши отношения делают их или очень негативными, или очень позитивными, да. То есть, как англичане говорят, it's either tormentor or your mentor. И это наш выбор сделать вот эти условия, посмотреть на них чисто нейтральным. А что ты делал все это время в камере за трех лет? Сейчас расскажу, сейчас расскажу. Получается, вот тебя завели в эту камеру, да, и закрыли. Знаешь, вот этот вот звук этого ключа, этой двери, и такая звенящая тишина, и этот ядовитый свет флуоресцентных ламп. И, например, в Нью-Йорке, в этом, в которой уже закрыли эту тюрьму, МСС, да, в этом блоке 10-й юг, так называемый, да, в которой специально только шесть камер, вот, в котором даже те небольшие окна были запискоструены, чтобы ты не мог ничего видеть. Это не просто депривация, как бы, ну, а чтобы ты ничто не мог видеть. Знаешь, этот цвет, которым они красят, такой офф, как он называется, белый такой, да, как это называется, белая ночь, да, по-русски. И вот этот вот серый, и все вот в этом специальном блеклом. Ведь кто создавал тюремную систему в США? Нацисты, вывезенные по программе «Заклепка», «Пепперклип». Именно они, после своих опытов, написали, вот так надо ломать и заставлять людей добиваться, что они хотят. Понятно, и вот когда эта дверь захлопнулась, бум, такая тишина. Да, была паника, да, было очень струнно, да, где-то было как-то, а что сейчас, а что никак. И единственный выход был, сказать, ну, хорошо, я попытникую, а что из этого изменится? Я буду биться головой в дверь, я буду чего-то кричать, доказывать, это не поможет. И где-то, видимо, у нас это, не знаю, генная память, что-то в крови, что-то в традиции, да. Я даже не знаю, откуда это пришло, это просто поднялось, и как-то вот просто само случилось, я просто позволил, ну, как бы, своему сердцу сделать то, что она от меня хотела. Я просто стал, ну, не просто там лежать, снарить потолок, и как бы, я сказал, так, ребята, я начинал свой день, знаешь, чего? Я минут пять, как только просыпался, дико смеялся, истерически смеялся, дико. Вначале, знаешь, очень тяжело заставить себя смеяться, ну, вот в такой ситуации, да, а потом ты понимаешь, что происходит. Во-первых, ты согреваешься, а если ты пять минут посмеялся, у тебя гормональная система, ты уже просто не можешь быть депрессией весь целый день, понимаешь? И вот когда ты начинаешь свой день с того, что ты просто пять минут смеешься, понимаешь, над собой даже, над этой ситуацией, и вот как у, например, индусов, там, у буддистов, у этих, да, что весь мир это, в принципе, игра. И вот ты начинаешь понимать концепт, что это игра. И когда ты к этому относишься, как к игре, у тебя абсолютно все переворачивается, и вот с этим подходом, да, ты уже после этого начинаешь, окей, пришел этот, и ты улыбаешься, ты смеешься, а это их заводит больше всего. Во-вторых, мыщим отбросением ничего. По игрушкам. А это работает.